Город Чагирин имеет большую историю. На этой земле много было исторических событий. Чагирин сети has a great history. There have been many historical events on this earth. Сегодня мы с вами посетим резиденцию Богдана Хмельницкого. Сейчас смотрите Есминскую резиденцию. Этот комплекс был построен в 2009 году. Так, предполагает, выглядела резиденция Хмельницкого и его последователей. Now we are going to watch the Hetman Residence of the Times of Богдан Хмельницкий. Reconstruction of the complex was done in 2009. Во дворе очень миленько и симпатично. Продолжение следует... Сейчас вы видите резиденцию Богдана Хмельницкого, гетьмана Украины. Let's go! Сейчас мы идем смотреть военные канцелярии. Now we see офис гетьмана. This portrait Богдана Хмельницкого. Вот так выглядел Богдан Хмельницкий. В этой комнате мы много видим портретов и письменный стол. Портреты гетьманов и знаменитых людей того времени. Portraits of Getsmans and famous people of that time. Now I'm writing a letter like a hitman, not nothing. Здесь много карт во времени, военные атрибутики, флаги, но это больше интересно пацанам или людям, которые влекаются историей. Но свою историю должен знать каждый. Here you can see many maps of the time, flags. Well, this is more interesting for boys and people who are interested in history. That's enough to cover all the time. I'm walking to the section below the right where the lid is like. I'm at some of the next ones. After that one, it's more and a little bit better than mine. Then I'm going to record all the time. I'm going to record all the time. I'm waiting for you. I will just do a minute. I'm going to record all the time. You can see the video'sản will be there. Продолжение следует... Итак, мы вернулись на территорию комплекса. Будем смотреть, что тут интересного. Сейчас мы с вами гуляем по комплексу и мы сможем с вами увидеть палат и оружейные. Сейчас я спускаюсь с оружейной. Продолжение следует... There are many sculptors and idols on the territory. Продолжение следует... Посмотрите, как здесь все красивенько и миленько. И снова всякие маленькие скульптурки. Типа мини-парк. Фонд Гейсманской резиденции. Здесь он жил, принимал гостей, работал. Но, как вы видите, домик нехиленький, да? Сейчас вы видите домик, где проживала личная охрана Гейсмана. Вот такой у нас получился мини-обзор. Остан-Черк. Давайте продолжим. Островку. Субтитры сделал DimaTorzok